Уважаемые зрители канала People Life, приветствую всех зрителей, зрителей канала Marilang, приветствую всех тех, кто сейчас в интернете видит это видео. Это видео вам попалось не случайно, значит, у вас есть друзья или знакомые, которые интересуются темами тонкого мироощущения этой планеты, нашего общества глобального, и сейчас тоже будет важная информация, так что оставайтесь с нами. 27 мая на календаре сегодня, дата записи этого эфира, с нами на связи практика Ракула Шриматрика, аэровидический терапевт Мария Ланг. Мария, я приветствую вас, здравствуйте. Намасте. Намасте вам, приветствую вас. Знаю, вы уже не в Индии, вы уже в Тибете. Вы двигаете... Непале. Непале, Непале. Непал, Непал это Тибет? Это рядом. Это рядом, хорошо. Я знаю, что вы собираетесь в такую небольшую свою экспедицию вокруг горы Кайлас. Кайлас, да? Не ошибся? Не ошибся. Как долго будет длиться это путешествие? Мне интересно, потому что в комментариях иногда спрашивают о том, как можно попасть вам на рекрит. Есть ли еще возможность туда попасть, возможно, в этом году? Сама кора вокруг Кайласа, она длится всего 4 дня, но там идет подготовка, постепенно подъем на высоту. Поэтому в целом где-то в среднем это занимает 10-12 дней, все это путешествие. Но я хочу сказать, что вы не расстраивайтесь. Вы можете попасть в другое место, не менее сильное, потому что у нас в Украине огромное количество сильных мест. И вы знаете, что у нас есть Шакти Питха, которая находится в Буше. Это очень сильное энергетическое место, это женской силы место. И я приглашаю вас на ретрит в Буше с 20 по 30 июля, где вы научитесь медитировать, где вы узнаете основы аюрведы. Ретрит посвящен теме аюрведы и тантры. У нас будут лекции, у нас будут практики, будет очень интересно. И вся информация у меня на сайте. Присоединяйтесь к этому ретриту, пока есть места. Благодарю. Благодарю вас и за полезную информацию. Это для тех, кто интересовался. Что ж, эти горы не такие уже и спокойные, как оказывается. Бывают времена, когда они проявляют свою норму. Тема нашего сегодня разговора, большого разговора, но очень важного. Италия и сейсмическая активность в этой стране. Знаю, что с помощью вашего оракула мы можем посмотреть, каково ближайшее будущее этой страны в связи с вулканами, которые что, неужели просыпаются в такое беспокойное время? Как нам быть? Вы знаете, что все природные стихии реагируют на действия и энергетику человека. Как человек связан со стихиями, так и стихии связаны с ним. Поэтому очень часто, когда нестабильная ситуация в целом мире, когда активизируются войны, когда люди уничтожают друг друга, и стихии возмущаются и помогают людям в деле уничтожения. Поэтому мы посмотрим, как обстоят дела с вулканами и как в целом обстоят дела на будущее и на сегодняшний момент в Италии. В этой стране очень много украинцев проживает, в этой стране прекрасные люди и итальянцы, и прекрасная природа, еда, море, солнце. Это за что мы Италию любим. Ну, сейчас посмотрим, как там будут обстоять дела в ближайшее время. Расклад я делаю большой, детальный, и поэтому и разговор у нас будет с вами, я думаю, достаточно интересный. Итак, первая карта раскладана Италию. К сожалению, она неутешительна. Не сулит она пока нам каких-то удовольствий, к которым итальянцы привыкли. То есть итальянцы гурманы, они любят хорошо поесть, выпить хорошее вино. А тут выпадает карта, когда вкусы придется изменить или случайно, или принудительно, или вследствие болезни, или вследствие изменения того, что эти вкусы станут недоступны. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Итак, первая карта расклада говорит нам о том, что Италию ждут проблемы с другими государствами. И эти проблемы будут именно в разных взглядах на ведение политики, на ведение, как сказать, их политического курса на мировой арене, что вызовет желание, знаете, как будто бы Италия, у нее есть какой-то вкусный пирог. И вот кто-то на этот пирог разинул роток, кто-то хочет вкусить от чужого пирога. И большому сожалению, такие откусить получаются. И у Италии это будет вызывать сильнейшее негодование, но в то же время растерянность, потому что невозможность изменить эти события, невозможность повлиять на эти события. То есть мы будем видеть, что в ближайшее время Италию ждет какой-то конфликт политический на мировой арене, при том, что она лишится каких-то своих позиций, лишится чего-то привычного, что она уже привыкла делать, пробовать. Но тут ее как бы немножко пододвинут, то есть заберут у нее какие-то активы, заберут у нее то, что она считает ей принадлежит. И, кстати, это может касаться как выгода активов российских олигархов в том числе, потому что когда долгое время у тебя процветают люди, которые скупили виноградники, скупили футбольные клубы, скупили недвижимость, и они являются частью итальянского общества, принося какой-то доход. И тут оказывается, что это все будет конфисковано, и конфисковано не в пользу Италии, а в пользу другой страны, например, Украины. И это вызывает, конечно же, сопротивление, и это вызывает негодование, потому что в целом итальянцы уже к этому привыкли, и для них эта ситуация неприятная. Но дальше неприятного дела не пойдет. То есть придется им эту неприятность как-то переварить. Давайте посмотрим, что у них обстоит в духовной сфере. В духовной сфере Италия, вы знаете, католическая страна. И католическая религиозная система, она пришла уже в состояние полнейшего упадка, когда она потеряла свое величие и власть, она уже не оказывает такое влияние на общество, и те капиталы, которые у них остались, они, можно сказать, сейчас живут за счет старых накоплений, поскольку уже прихода такого, которого раньше давали церкви, и такой прибыли у Ватикана нет. И что же тут выпадает? Тут выпадает на духовность Италии очень интересная карта кармической развязки. То есть придет скоро какой-то новый скандал в Ватикан. Вы знаете, что Ватикан уже неоднократно и за что-то извинялся. Он извинялся, например, за многие вещи, в том числе за Инквизицию, в том числе они извинялись за то, что у них большое количество педофилии в монастырях, то есть это тоже было ими признано. И вот ждут скоро, в ближайший год, какие-то новые извинения от Ватикана, потому что вскроется что-то очередное, какое-то непотребство, которое уже ни общество, ни в целом церковная среда невозможно будет вскрывать, и будет опять какой-то гнойник, нарыв поднят, и будут очередные извинения, и будут очередные покаяния, и даже, возможно, чьи-то наказания. Возможно, что вскроется, допустим, могут ли вскрыться связи Ватикана с политиками и влияния Ватикана на политику? Да, это очень вероятно, потому что тут выпадает карта ВАЧ. ВАЧ — это речи, переговоры. То есть могут скрыться обстоятельства, при которых Ватикан тайно участвовал в каких-то переговорах и тайно склонял политиков стран к определённым действиям. То есть мы уже все давно знаем, что это не духовный, не религиозный институт, что это не организация, которая думает о спасении душ людей. Это организация, которая имеет тайную сеть по всему миру и которая воздействует и получает доходы от многих правительств мира. То есть ведёт такую тайную деятельность, шпионаж и торгует потом тайными материалами, которые они нарывают на других, на представителей власти или на публичных персон. То есть Ватикан в настоящий момент — это такой банк компромата на всех президентов, на всех публичных личностей. И вот возможно, что в течение этого года, который идёт, или следующего, то есть в ближайшее время, эти все вещи, эти все интриги, эти скандалы, они начнут скрываться. Но может быть будет ещё что-то, что-то, что нас потрясёт. То есть потому что Ватикан столкнётся с какой-то кармой. А карма всегда говорит о том, что человек понесёт наказание, что человек будет вынужден делать то, что ему не нравится. И очень бы хотелось, чтобы Ватикан открыл наконец-то свои тайные библиотеки и поделился знаниями со всем миром и не утаивал правду о жизни Иисуса Христа. Поскольку, например, в буддистских монастырях до сих пор остались памятники того, что там проживал Иисус, о том, что Он там учился, и Евангелие от многих учеников, которые не были признаны каноническими. То есть, например, мы очень ждём того момента, когда начнётся разоблачение лжи христианской религии. Но на сегодняшний момент там, конечно, всё в таком упадке. Поэтому многие итальянцы не находят на территории Италии того духовного источника, который бы их вдохновил, и ездят по миру, ездят в ту же Индию, ездят в другие места и ищут новые духовные знания. Следующая карта, которая выпадает на социальную сферу страны, на общение, это говорит о том, что президент страны будет находиться в подавленном состоянии, в ощущении беспомощности и давление, будет ощущать давление на себя, на себе. Вы знаете, вплоть до того, что я не знаю, кто сейчас там президент, но такое ощущение, что кого-то из, кто осуществляет руководство в стране, его ждёт какая-то болезнь, и, может быть, это болезнь, связанная с головой, связанная с функциями ментальными, с функциями мышления, вплоть до того, что этот человек может умереть. То есть в ближайший год, опять-таки, Италию ждёт смерть какой-то ключевой фигуры, которая является ключевой фигурой в обществе. Может быть, это не президент, может быть, человек, знаете, как личность, я не знаю, кто там у них в Италии, но какая-то ключевая личность в обществе, которая важна для Италии, этот человек может умереть, и причиной болезни будут его проблемы, как говорится, может быть, это будет Альцгеймер или какая-то старческая болезнь, будет снижение функций мозга. И это очень сильно расстроит жителей Италии и смерть этого человека. Далее, на территории Италии большое количество в прошлом святых мест, потому что вы знаете, что там была цивилизация друидов. И я хочу сказать, что места друидов там до сих пор очень активны. И огромное количество духов, которые считают себя хранителями этих мест. И вот эти духи, я могу вам сказать, они достаточно враждебно относятся к человеку на своей территории. Поэтому многие люди, которые покупают в красивых природных местах себе вилы, могут страдать от невозможности жить на этих вилах, поскольку там постоянно что-то случается, что-то сгорает, что-то происходит. То есть такие непонятные полтергейсты, какие-то природные явления вдруг непонятные, и жизнь становится невыносимой. То есть на территории Италии происходит сильнейшая борьба духов местности с жителями, и вследствие этого жители могут терпеть неприятности ранения и потери своей недвижимости непонятным образом. Особенно это относится к территории, которая находится в горах. Давайте посмотрим, как обстоят дела в целом у судьбы этой страны. Вы знаете, в целом эта страна будет продолжать расцветать, и для итальянцев очень важно всё-таки, знаете, придерживаться своих традиций и придерживаться, вот, не изменять себе, скажем так, чтобы их воля проявлялась как воля истинных итальянцев. В этом-то и красота, когда в каждой стране свой национальный, свой народ, и они не подстраиваются под кого-то друг по другу, они стараются быть кому-то приятными. Вот они такие, какие они есть, из-за этого их любят. Вот итальянцам нужно сохранять свою самобытность, свою культуру, свои традиции, ну, и это у них успешно получается и будет получаться. Давайте посмотрим, что касается природы и здоровья. В целом это нация, которая следит за своим здоровьем. Вы знаете, что в Италии тоже много долгожителей. Но что касается природы, природы, вот тут действительно ждут Италию проблемы. И конкретно вулканическая деятельность показывает, что люди от неё пострадают. То есть пострадают, как, знаете, как ожог, как ранение, как неожиданность. То есть вроде бы человек не ожидал, что такое может произойти, вдруг внезапно действительно вулканическая активность началась. Давайте тогда выясним, конкретно каких вулканов это относится. Потому что мы знаем, что есть вулкан Этна на Сицилии, есть вулкан Везувий, есть ещё два вулкана на островах. Ну так, смотрите, я не думаю, что итальянцам нужно сильно переживать. Что касается вулкана Этна, он может проявить активность и даже, скажем так, разлиться на какую-то территорию, которая освоена людьми. Может быть, это не будут их дома, но может быть, это будут какие-то поля. То есть вследствие этого люди не смогут уже пользоваться этими полями или этим пространством, куда перельётся этот вулкан. Но в целом само человечество, сами люди, они под защитой. И поэтому такой какой-то гибели людей или серьёзных ранений и страданий они от вулкана Этна не испытают. Что касается вулкана Везувия, тут немного ситуация обстоит похуже, поскольку такое ощущение, что он в себе начинает накапливать энергию. И эта энергия, она по отношению к людям разрушительна и негативна. Поэтому я бы сказала, что больше надо бы переживать тем людям, которые находятся в области вулкана Везувий. Тут действительно возможны неприятности. Но опять-таки эти неприятности могут быть связаны с чем. Не с гибелью людей, а с тем, что придётся куда-то переезжать, перемещаться, срочно бежать, убегать. Но опять-таки не показывает расклад прямо жертвы и такие страсти, которые были, когда извергался Везувий на город Помпеи. Что касается вулканов на островах. Тут всё в порядке, всё тихо, и там переживать не стоит. Давайте посмотрим такую тему, может ли Италия вступить в какую-то войну или послать куда-то свой военный контингент. Тут интересная история, что очень похоже, что может. И что вот эти обстоятельства, в силу которых Италия окажется с откусанным пирогом против её воли, может быть связано с тем, что как раз кто-то принудит отправить каких-то военных. То есть это будет вынужденное участие в том, чем они участвовать не хотят. То есть какой-то конфликт, в который по неволе придётся войти. И военный конфликт, скорее всего, в течение ближайшего года этот неизбежен. То есть отправка солдат в какую-то огневую точку. Что касается врагов Италии, может ли быть какое-то нападение на Италию? Нет. Италия достаточно защищена множественными договорами, поэтому в целом как страну на неё никто нападать не будет и в целом вся страна воевать ни с кем не будет. Это может касаться непосредственно военных, которые обязаны как допустим как Легион принимать участие на территории других стран, как страна НАТО допустим. Далее. В целом те, кто проживают в Италии, они испытывают больше радости и наслаждения, чем мучений, горя и болезни. Это говорит ещё о том, что эта страна обладает уникальной энергетикой учить людей получать удовольствие. то есть вот люди, которые находятся в депрессии, знаете, у которых что-то болеет или у которых какие-то душевные терзания, вам нужно ехать в Италию. Обязательно едьте в Италию, живите там, отдыхайте, проводите там время, потому что сама эта страна и вся эта обстановка она способна вас исцелить и вывести из такого тяжёлого психического состояния. И опять-таки Италия страна музыкантов. То есть если она была у нас в эпоху возрождения страной всех искусств, там процветала и живопись, и музыка, и всё, и театр, то сейчас мы можем говорить, что в ближайшее время нас ждёт, мы будем наслаждаться итальянской музыкой, может быть, это будет какой-то новый коллектив, или это будет какая-то новая песня. То есть мы будем слышать что-то приятное, я так думаю, что-то в музыкальной сфере из Италии, то есть это будет какой-то новый хит. Далее, давайте посмотрим, возможно ли изменение руководства страны. И вот видите, у нас в начале расклада выпала карта, которая говорит о том, что возможно кто-то умрёт. И смотрите, на руководство страны выпадает карта пани, руки в поверженной позиции, это говорит, что кто-то будет не способен руководить страной. Надо уточнить вследствие чего он не сможет руководить. Скорее всего, что тут будет изменение руководства и назначения или выборы, преждевременные возможно выборы другого человека. И выйдет новый лидер, новый, допустим, президент на новый срок. И у этого нового лидера есть все предпосылки остаться не на один срок, а на два срока, потому что тут очень долгий и прочный союз формируется у нового лидера Италии со страной. Ну и опять-таки страна очень богата. Посмотрите, в сектор денег выпадает карта Махеша. Махеша это такой владыка, такой пхагаван, который всё держит в своих руках. То есть можно говорить, что несмотря на то, что Италия это страна не исключение, в которой есть коррупция. Мы все знаем историю про итальянскую мафию и так далее. Но тем не менее говорится о том, что государство в целом держит деньги, банки в хорошем состоянии, что деньги она держит в своих руках, и что казна Италии не растрачена, что у неё накоплен достаточно хороший капитал. А вот какая ещё очередная карта говорит о проблемах Италии? Это предки. И вы знаете, что в Италии был очень неприятный период. Это период, когда Италия поддержала фашизм, когда Италия поддержала Гитлера. Это в конце 30-х годов, когда начинал Гитлер своё движение. К большому сожалению, в Италии это движение имело поддержку. И вот я хочу сказать, что много таких предков, предателей, которые испортили карму этой страны. И это знаете как, они испортили не только карму страны, допустим, карму своей семьи, карму своего рода. Я могу сказать, что это до сих пор ещё давлеет. И вот этот конфликт с духами, с духами земли может говорить о том, что в Италии небезопасно на кладбищах. То есть в Италии можно на кладбище вот каких голодных духов, неупокойных предков подцепить. И также в Италии конфликт существует с духами местностей, когда люди пытаются поселиться там, где их не ждут. Поэтому тут тоже надо совершать определённые ритуалы, устанавливать контакты, умиротворять этих духов и стремиться к тому, чтобы не нарушать гармонию окружающего пространства. Давайте посмотрим, что выходит в сектор смерти. это последний сектор нашего расклада. В сектор смерти выходит плохое, что люди получают новости о смерти чьей-то. И причём эти новости могут окрашены быть в негативном аспекте, что будет не до конца как бы понятно, от чего человек умер, или будет что-то обманываться, или что будет что-то приукрашаться. То есть люди будут слышать за этими новостями о смерти какой-то фальш, что-то их будет в этой всей истории смущать. Но в целом не ждут Италию потери людей, гибель людей от болезней или от природных катаклизмов. В целом наоборот, эта страна станет новатором каких-то технологий, которые смогут продлевать людям жизнь. То есть туда возможно будут через научные какие-то исследования или может быть будут какие-то научные эксперименты, какие-то препараты. То есть именно Италия станет страной номер один, которая борется со старением и смертью и продлевает людям жизнь. То есть это еще может говорить о хороших программах для пожилых людей в этой стране. Поэтому в целом я могу сказать, что расклад на Италию позитивны. Изменения в любой стране неизбежны, особенно в правительстве, в руководстве. Я бы хотела пожелать людям Италии, чтобы они все-таки нашли новый источник своей духовной силы, чтобы они уходили от этих традиционных религий и больше обращали внимание на те места, в которых они проживают. Потому что эти места очень древние. В эпоху друидов практически в каждой деревне были храмы, были святилища, священные рощи, дольмены, вообще магические места, где когда-то совершали магические обряды и места, где особые вихри энергии. Италия этим перенаполнена. Поэтому больше общайтесь с природой, устанавливайте контакт с этими местами, вы будете получать от них силу. Желаю Италии процветания, здоровья, всем украинцам успеха. И пусть конечно же делятся своей радостью, пусть делятся своим благополучием с теми, кто проживает в Украине и посылают из Италии тепло, радость, улыбки и способность получать от жизни удовольствие. Спасибо большое. Слушаю, звучит сказочно. Действительно, Италия такая колыбель молодости, колыбель красоты, колыбель вкуса, гедонисты, итальянцы, гедонисты. И очень хочется, чтобы эта часть культуры тоже распространялась на другие культуры. Я надеюсь, что под этим видео не будут комментарии только на итальянском, что они будут и на украинском, и на русском языке, но от тех людей, которые живут в Италии. Расскажите нам изнутри, все ли так и совпадает ли прогноз и текущая ситуация с тем, что у вас сейчас происходит. Мария, благодарю вас за расклад при помощи Оракула Шриматрика для Италии. Спасибо. Берегите вы себя. Вам желаю приятных путешествий. Спасибо вам за работу. С нами на связи была практика Оракула Шриматрика Мария Иланд. Подписывайтесь на все ее соцсети. Мы с вами, друзья, увидимся в следующем, в одном из следующих видео. Берегите себя. Это самое главное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова